Татьяна Голуб Татьяна Голуб Татьяна Голуб Татьяна Голуб Сегодня я расскажу вам про осознанное потребление и еще обговорим 5 принципов Zero Waste или по-другому по-русски, если сказать, то это ноль отходов. Но для начала я хочу представить себя и почему же я об этом вам сегодня буду рассказывать. Я экотренер, зовут меня Анастасия Государева, веду экологичный образ жизни, насколько это возможно в условиях города, в городской среде, но я стремлюсь постоянно экологизировать свою жизнь. Уже более двух лет веду раздельный сбор отходов в своей семье и рассказываю про это окружающим. Кроме того, в настоящее время я являюсь членом команды проекта «Мусор или вторсырье?» «Сделаем выбор». Мы рассказываем населению о том, как нужно сортировать отходы, куда что сдавать на переработку можно. Ну и я, конечно, стараюсь вдохновлять свое окружение на экопривычки. Провожу иногда эко-уроки в школах для детей и в детских садах, чтобы они уже с детских лет могли приобщаться и знать, что же такое экопривычки, экологичный образ жизни. Следующий слайд, пожалуйста. Что же такое осознанное потребление и почему оно важно? Если в двух словах, то осознанное потребление – это такой вдумчивый подход ко всему тому, что мы покупаем, используем и выбрасываем. Но это, конечно, немножко простое такое определение, потому что понятие осознанное потребление, оно очень такое широкое и всеобъемлюющее. И в первую очередь оно начинается в головах у людей, когда мы немного меняем свое мышление, когда мы меняем свои какие-то потребительские привычки, установки, стереотипы. И мы осознаем, что мы люди, мы как бы являемся потребителями, и мы так или иначе, каждый человек оказывает свое влияние на окружающую среду, оставляет экологический след, другими словами. И то, каким будет этот след, большим за всю его жизнь, за жизнь человека, когда планете будет очень сложно что-то исправить. Или же это будет такой аккуратненький след, и планета сможет быстро восстановиться. И чтобы лучше объяснить, почему важно переходить на осознанное потребление, я бы хотела проще объяснить, мне будет, рассказав о том, к чему приводит бездумное потребление. Сейчас у нас вся информационная среда провоцирует нас на постоянные какие-то новые покупки, постоянную смену вещей, товары заведомо делаются худшего качества, чтобы мы чаще их меняли, чаще выбрасывали, покупали новое. Реклама порой навязывает нам ложные потребности, на самом деле, которые нам не нужны. Давайте приключить, пожалуйста, следующий слайд. Я хотела бы рассказать про такое понятие, как день экологического долга. Это день, когда планета расходует, когда человечество расходует весь объем ресурсов, которые планета способна восстановить за год. Так вот, с каждым годом этот день, он наступает все раньше и раньше, а после него мы уже живем взаймы у будущих поколений, у своих потомков. Например, в 1970 году этот день наступил 23 декабря, в 2000 году уже 4 октября, а в прошлом году, в 2019, 29 июля. И в 2020 году, в этом году, день экологического долга должен был наступить еще раньше, в июне, но за счет того, что у нас, значит, пандемия и карантинные меры ограничительные, человечество очень сильно сократило объем своего потребления в этот период. И только за счет этого день экологического долга в 2020 году наступил позже. Он наступил 22 августа, позже, чем в предыдущем году. Но все же он уже наступил, и уже сейчас мы берем ресурсы, планеты уже у своих детей, у своих внуков и у тех будущих поколений, которые еще не родились. И все это приводит к деградации окружающей среды. Можно следующий слайд? И все эти экологические проблемы, о многих из которых, я думаю, вы уже слышали, то есть это изменение климата, что приводит к каким-то природным катаклизмам, наводнениям, ураганам, пожарам. Это и загрязнение почвы, загрязнение воздуха, пластиковое загрязнение почвы, и мирового океана, закисление океанов. Все это такие глобальные экологические проблемы. И казалось бы, что отдельный человек никак не может на это повлиять, что это такое что-то далекое, что-то такое грандиозное, глобальное. Но на самом деле в силах каждый человек, в его силах, своими какими-то простыми действиями немного улучшить ситуацию. Можно следующий слайд? И вот такое хотелось бы обсудить в момент, да, сколько же мусора мы производим, да. Хотелось бы немного затронуть побольше проблему отходов. Мало кто на самом деле об этом задумывается, сколько же, допустим, в год он выкидывает мусора. Тем временем каждый среднестатистический россиянин в год выкидывает от 400 до 500 килограммов отходов. Можно следующий слайд? И таким образом в год в России накапливается 70 миллионов тонн отходов. Это очень огромное количество. И только 5-7% из них перерабатываются. Какое-то количество сжигается, но это тоже не выход. Основная масса отходов идет на захоронение на полигонах. Ну, кроме того, у нас есть огромное количество несанкционированных свалок. Следующий можно слайд? И количество этих полигонов, оно растет со скоростью огромной. То есть ежегодно площадь полигонов и свалок в России возрастает на территорию Москвы и Санкт-Петербурга вместе взятых. И сейчас в России насчитывается более 14 тысяч крупных свалок, и они занимают такие территории огромные, которые эквивалентны, как 4 острова Кипр, например, взять. Или какую-то маленькую страну отдельную, как Нидерланды. Следующий слайд. Но чтобы что-то изменить, и мы можем это сделать, нужно начать с себя. И далее я бы хотела вам рассказать про опыт француженки Беа Джонсон. Она вместе с семьей из 4-х человек, она муж и двое сыновей-подростков. Они живут в Америке, и у них получается за год накапливается отходов всего вот такая пол-литровая баночка, которую вы видите на слайде. За целый год. Это то, что они выкидывают. Это не 400-500 килограмм, о которых я говорила ранее. Всего лишь маленькая баночка. Как же удалось им этого добиться? Всего лишь соблюдая 5 основных принципов. Первый принцип – это откажись. Второй – сократи. Третий – используй повторно. Четвертый – переработай. И пятый – компостируй. И далее я подробнее остановлюсь на каждом из этих принципов. Следующий слайд. Первый – это откажись. На самом деле мы сейчас очень много покупаем, потребляем, покупаем тех товаров, которые на самом деле нам не нужны. Иногда мы что-то увидели у друга или у соседа, и нам тоже просто захотелось, чтобы у нас это тоже было. На какие-то излишние покупки нас спровоцировала реклама, какие-то нам потребности не существующие. Да, такие спровоцировало в нас. Поэтому от многого можно отказаться, если подумать, действительно ли нам нужна эта вещь, действительно ли мы будем ей пользоваться. Потому что сейчас многие покупки стали более доступны. Иногда даже возьмем какую-нибудь одежду очередную. Стоит недорого, и нам уже не так принципиально, купим мы это или не купим. Ну, купим, в принципе, не понадобится. Ну и ладно, не так уж и дорого стоит. Но на производство любой вещи были затрачены природные ресурсы, труд, вода, электроэнергия. И когда мы вот так вот бездумно много всего потребляем, соответственно, мы перерасходуем эти природные ресурсы, которые могли бы сохранить. Кроме того, очень много бесплатного у нас сейчас попадается. Это какая-то бесплатная рекламная продукция, какая-то сувенирная продукция на различных мероприятиях, выставках, когда там какие-то магнитики, ручки раздают. И может быть у нас уже дома ручек очень много, целый пенал ручек, но тем не менее нам вот на очередном мероприятии дали еще одну, и мы ее берем. Но мы не обязаны это делать на самом деле. Это наш выбор, мы можем взять или можем отказаться. Какие-то листовки, флайеры, которые нам раздают на улице, опять же тоже мы иногда соглашаемся их взять, потому что нам, например, жалко этого раздатчика. Вот он стоит, такой бедненький, раздает этой листовки. Но когда мы соглашаемся, принимаем, мы тем самым как бы даем понять, что да, эта реклама работает, нам нужно. И если бы все начали от этого отказываться, то постепенно этот вид распространения информации просто изжил бы себя. И тогда тонны вот этой ненужной макулатуры, которые, как правило, до ближайшей мусорки доносятся. Вот, не было бы этого производства, да, и расхода деревьев на производство бумаги для этих листовок. И еще один такой момент, что сейчас, когда мы идем в магазин, да, мы даже, если знаем какой-то список продуктов, что нам нужно купить, мы вместе с этими продуктами приносим просто огромное количество упаковки, потому что иногда эта упаковка необходимая, да, какая-то минимальная, а иногда она просто какая-то абсурдная, да. Ну, например, пример возьмем с чайными пакетиками, да. Вот нам, какая у нас потребность, да, у нас потребность попить чай. Мы можем, в принципе, купить развесной. Но сейчас продаются пакетики. Каждый пакетик еще в индивидуальную упаковочку упакован. Эти фасовочки лежат еще в коробке, и эта еще коробочка бумажная, она еще слоем пластика сверху обернута. Ну, опять же, наш выбор, какой мы сделаем выбор, альтернативы есть. И также можно сказать про бананы, которые еще в мешки, в отдельные, да, завернуты у бананов, есть свои естественные кожура, и совершенно необязательно их еще в мешок класть. Ну и так далее, много еще можно привести примеров, какой-то абсурдной, чрезмерной упаковки, от которой все-таки нужно отказываться. Кроме того, существуют сейчас одноразовые, да, какие-то альтернативы, которые нам помогают заменить эту упаковку. И еще очень много сейчас люди используют одноразовых вещей, тех, которые можно было заменить многоразовыми. И я вот сегодня покажу какие-то там основные и самые простые примеры, да, но это не ограничивается этим выбором. На самом деле существует огромное количество современных многоразовых альтернатив одноразовым вещам. Ну, начну с того, что сейчас просто на пике популярности, да, это вот такие вот одноразовые маски. Их в огромном количестве сейчас люди покупают, они одноразовые, да, их выкидывают, и можно уже на улице везде, и в океанах уже находят просто тонны этих одноразовых масок. Но в то же время существуют вот такие многоразовые тканевые маски, которые можно просто постирать, потом прогладить утюгом и использовать очень долго, возможно, даже несколько лет. И они продаются, и также в интернете вы можете найти огромное количество видеомастер-классов, где показано, как можно сшить эту масочку самим. Кроме того, очень часто мы покупаем, да, воду в бутылочках маленьких, да, там, даем, например, детям в школу или берем с собой для занятий спорта. Но можно завести, чтобы постоянно не приобретать такие бутылки, можно завести себе одну многоразовую, наливать оттуда водичку из фильтра кипяченую, и тем самым предотвратить образование огромного количества вот этих вот пэт-бутылок, заменив ее на одну многоразовую. Кофе с собой, да, очень часто сейчас люди к этому пристрастились, да, к этому такому, как сказать, удобству, да, но дело в том, что, если подумать, да, это очень иррационально использование природных ресурсов. Дело в том, что вот эти бумажные стаканчики, они производятся из первичной целлюлозы. Кроме того, внутри они покрыты слоем пластика, таким образом их уже не сдать в макулатуру. Получается достаточно несправедливое отношение к деревьям, да, их срубают для того, чтобы мы какие-то там 5-10 минут могли выпить напиток и выкинуть этот стаканчик. Можно завести многоразовый какой-то тамблер или термокружку, наливать дома кофе. Или также сейчас есть такое движение, да, всемирное, да, My Cup Please называется. Его поддерживают и во многих кофейнях российских городов, в том числе в Самаре. Это когда, если вы берете кофе с собой в свой термос или в свою какую-то кружку, то вам делают скидку. Вот, многие кофейни это поддерживают и приветствуют, такую осознанную, да, экопривычку потребительскую. Одноразовая посуда, которую сейчас очень часто, да, люди берут на природу, чтобы, так сказать, не заморачиваться, да, там потом ничего не мыть, не собирать. Поели, выкинули и забыли. На самом деле, огромное, да, количество отходов после этого образуется и можно просто завести себе многоразовый какой-то наборчик, да, это может быть металлический или может быть даже и пластиковый. Но это многоразовый пластик, и это совсем другой пластик, это и более эстетично, красиво выглядит, и в то же время не образуется отходов. Да, придется дома это помыть, но мне кажется, что это стоит того. Природа скажет нам спасибо. Да, одноразовые вилки, ложки тоже можно заменить каким-то таким вот наборчиком, или же просто взять из дома свои металлические вилки с ложками. Трубочки пластиковые, да, на самом деле мы вполне можем обойтись и без них, то же самое, когда берем кофе с собой, но если уж вы совсем не представляете свою жизнь без трубочки, да, и не можете без нее пить напитки, то сейчас есть альтернатива вот этим одноразовым трубочкам, многоразовые, разные красивые, металлические, стеклянные, бамбуковые, бумажные, ну, бумажные это тоже. Не лучше альтернатива, потому что она в любом случае будет одноразовая, да, лучше заменить на многоразовую. Есть такие специальные маленькие ёршики, которым можно эту трубочку почистить, или же можно просто проточной водой промыть сразу после использования. Бахилы тоже сейчас огромная проблема, везде во всех заведениях, в детских садах, в школах, в больницах, да, просят их одеть. Можно заменить это второй обувью, брать с собой, а можно завести вот такие, они разноцветные, это детские у меня, но бывают и взрослые. Многоразовые бахилы, вот, их можно потом просто постирать и использовать повторно. Ну, я на самом деле все чаще выбираю вторую обувь. Беру просто с собой, если я знаю, что меня где-то попросят одеть бахила. Вот такие мешки, да, которые у нас сейчас в магазинах бесплатные, говорят, да берите, пакетик нужен, берите сколько хотите, они бесплатные, да, из полиэтилена. Но на самом деле тоже их образуется огромное количество, они легкие, иногда в ветреную погоду можно видеть, как они летают по городу высоко, да, вместо бабочек. Не очень приятное зрелище, поэтому сейчас тоже есть такие достаточно современные многоразовые альтернативы, их называют фруктовки или эко-мешочки, да, они различные, бывают материалы, сетчатые. Изначально я себе вообще из остатков штор нашила таких мешочков, потом уже вот дополнительно приобрела в магазине эко-товаров, мешочки. И поэтому мне не приходится каждый раз пользоваться такими, и уже на самом деле все больше и больше людей начинают использовать, и уже даже перестали продавцы удивляться, когда я покупаю какие-то фрукты в свои мешочки, и говорят, вы знаете, уже все больше людей приходят к нам с вот такими тканевыми фруктовками. Ну и вместо большого пакета можно завести себе какую-то авоську или сумку тряпочную, ну, она не обязательно может быть тряпичная, но она должна быть многоразовая, большая, удобная, да, ее может быть удобно как-то компактно сложить, положить в свою сумочку и при необходимости просто ее достать и отказаться в магазине от очередного пластикового пакета большого. Много еще, да, есть других альтернатив. И это все можно посмотреть в интернет-магазинах эко-товаров. В Самаре у нас появился магазин товаров без упаковки, да, где можно все приобрести в свою тару, то есть не брать какие-то, не покупать какие-то одноразовые контейнеры, а прийти своим многоразовым контейнером и что-то туда приобрести, да. Следующее, значит, это мы поговорили о том, что нам стоит отказаться от лишнего, и следующий принцип – это сократи. Здесь имеется в виду, что можно сократить количество одежды, обуви, каких-то средств бытовой химии, косметики, да. Мы, конечно, не можем обойтись там без одежды, без обуви, да, но сейчас очень часто у нас вещей слишком много, да. У девушек, например, да, могут шкафы буквально ломиться от одежды, но при этом им нечего одеть, хотя одежды очень много. Это как раз такой вот немножко неосознанный подход, да, к своему гардеробу, когда мы скупаем все подряд на распродажах, при этом не думая, будет ли это сочетаться с чем-то. Ну, вроде недорого, ладно, куплю, там посмотрим, подойдет, не подойдет, если что, и выкинуть не жалко, да, за такую цену. Но вот, к сожалению, такой подход ведет к тому, что мы слишком много потребляем всего. И сейчас уже люди приходят к тому, к такому мнению, выводу, что обладание огромным количеством вещей, оно на самом деле не приносит счастья. Такие вот эти гонка за какими-то материальными ценностями удовлетворение не приносит. А наоборот, огромное количество вещей, оно захламляет наше пространство, какой-то хаос возникает, да, в том, что нас окружает, и это переходит в наши мысли, да, в наше сознание. Хаос может появиться и в голове, когда, например, даже, ну, что-то мы делаем, да, если у нас рабочий стол захламлен, нам сложно сконцентрироваться, да, что-то такое сделать конструктивно, быстро, четко. Если же мы наведем порядок какой-то, да, все разложим по местам, то и в голове у нас тоже в мыслях будет порядок, и нам будет проще сделать работу. Следующий принцип, о котором бы я хотела рассказать поподробнее, это используя повторные вещи. Здесь очень, здесь говорится о том, о вторичном рынке, да, когда, допустим, нам вещь какая-то становится не нужна, мы можем дать ей вторую жизнь, мы можем отдать ее на благотворительность, мы можем ее как-то переделать и использовать по другому назначению. Допустим, иногда бывает, что у нас на одежде, да, появилось какое-то там пятно невыводимое, да, но мы же можем проявить какую-то смекалку, творческие свои способности, да, и как-то задекорировать это аппликацией какой-то или какой-то вышивкой, да, и таким образом вещь у нас даже, может быть, станет еще более ценной, более индивидуальной и интересной. Если говорить про вторичный рынок, да, то это какие-то гаражные распродажи, такие приложения, да, как там Авито из рук в руки, да, когда мы что-то приобретаем, не новое, ну, может быть, даже и новое, да, но это уже до нас приобрел какой-то другой человек, просто вещь ему оказалась не нужна, и он решил ее продать. Также мы поступить можем и мы, да, если нам вещь не нужна, мы можем ее продать. И это у многих как бы есть такое предупреждение, да, что там я буду покупать у кого-то что-то, у меня достаточно, я достаточно обеспечен, да, у меня достаточно средств, чтобы покупать новые вещи. Но на самом деле приобретение вещей на вторичном рынке, это не какой-то там признак бедности, да, или вашей несостоятельности, а это можно рассматривать как такой элемент осознанного потребления, да, когда вы не покупаете новые вещи, чтобы не было какого-то перерасхода, да, природных ресурсов. И в то же время, ну, как бы другим людям помогаете избавиться, да, от ненужных вещей, и чтобы они приносили пользу. И вот такое направление сейчас как апсайклинг, да, когда мы из чего-то ненужного, мы как бы переделывая что-то, мы очень сильно повышаем ценность этой вещи. Ну вот, например, даже у нас в Самаре есть такие мастера, которые делают ремни из покрышек от велосипедных, от велосипедных колес. Очень красиво, и в то же время, да, эти покрышки, они могли бы быть просто выкинуты, а из них сделали классные пояса, когда из старых скейтбордов они делают какие-то украшения, серьги и какие-то другие такие элементы, там, разделочные доски и что-то, да, то есть то, что можно было выкинуть, они дали этому вторую жизнь. И у нас в Самаре есть такой проект по приему вещей, если мы будем говорить про одежду, да, то, что не очень хорошо, когда мы вещи, которые нам не нужны, да, просто в мешках выставляем к мусорным контейнерам, да. Не каждый человек возьмет оттуда. Можно ждать специальные контейнеры, которые установлены в торговых центрах, да, это контейнеры от «Благодарю», или же, может быть, вы знаете напрямую, да, где можно отдать куда-то в церковь, в какие-то другие благотворительные организации, которые уже распределят эту одежду нуждающимся. У нас в Самаре много таких организаций, в интернете можно найти эту информацию. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий принцип – это переработать, да, когда у нас упаковка, да, какая-то осталась от продуктов, которые мы уже никак повторно не можем использовать, или какие-то другие вещи, да, которые потеряли свои потребительские свойства, но мы никак не можем найти повторное применение и продлить им жизнь, да, мы можем посмотреть на них, как на материалы, из которых они изготовлены, и сдать на переработку. Сейчас в Самаре очень активно развито движение за раздельный сбор отходов. Есть как коммерческие пункты приема, так и волонтерские движения, которые помогают людям, тем, кто хочет экологично, да, избавляться от тех вещей, которым их стали не нужны, от упаковок. Они хотят, чтобы их отходы отправлялись на полигоны. Они сдают вот все или в пункты приема, или приносят на волонтерские акции ежемесячные. Самый, да, доступный сейчас всем жителям способ хотя бы как-то приобщиться к раздельному сбору отходов. Инструктура у нас пока еще для этого не очень развита, но вот такие, да, бутылки от напитков, от молока, от лимонадов, от воды уже практически всем доступно сдать на переработку. Я говорю о сетчатых контейнерах для PET-бутылок, для тара от бытовой химии, которые устанавливаны практически уже в каждом дворе. Если нет в вашем дворе, то велика вероятность, что есть где-то поблизости, в соседнем дворе, и можно просто туда дойти и отправить в специальный контейнер, оттуда они гарантированно пойдут на переработку. И также тара от бытовой химии. Но не нужно думать, что вот эти сетчатые контейнеры, что в них можно отправлять абсолютно весь пластик. То есть упаковки от тортов, одноразовую посуду и всякие прочие, да, пластиковые упаковки от шоколадок, от всего. О, на самом деле это только... Можно... Да, вот как раз на слайде показано, что пластиков у нас существует несколько видов, да, основных семь, еще очень много существует смешанных. Все они обладают какими-то своими разными физическими и химическими свойствами, химическим составом, поэтому и перерабатываются они по отдельности. И чтобы каждый пластик был переработан, его нужно собрать отдельно. Сейчас доступна для нас эта вот единичка, пэт, да. Чтобы узнать, из какого пластика сделан тот или иной предмет, пластиковая упаковка, нужно найти на нем маркировку. Она выглядит вот как раз, как на слайде показано, такой треугольничек со стрелочками. Внутри него может быть цифра, может быть буквенное обозначение по треугольничкам, может быть и то, и другое. Но это как раз и есть маркировка пластика. И, кстати, не только пластика, все материалы маркируются, и бумага, и металл. И таким образом можно отличить один вид пластика. Иногда встречаются немаркированные, но в основном маркировка присутствует. И можно разделить все виды пластика, да. И уже есть возможность сдать в Самаре практически все виды на переработку. Это будут такие специальные волонтерские акции или пункты приема, да, куда вы сознательно привезете, принесете свои пластиковые отходы и распределите их по специальным контейнерам, чтобы в дальнейшем это было переработано. Отправилось уже к переработчикам. Пункты приема можно найти, ну, в интернете поискав, да. Вот волонтерские движения у них, как правило, есть страницы в соцсетях, ВКонтакте, в Инстаграм. Это вторсиона-боглотворительность и акция по приему редких фракций «Курсор». Кроме того, можете посмотреть пункты приема на карте «Ресайкл Мэп». И, кстати, еще совсем недавно в Самаре появилась возможность вызывать бесплатные экотакси. Тоже вы дома сортируете отходы. Эти отходы должны быть чистые, да. Их нужно немножко сполоснуть, чтобы избавиться от каких-то пищевых остатков в упаковке. И можно установить на телефон специальное приложение, вызвать экотакси. Когда вы накапливаете хотя бы от трех мешков по 60 литров раздельно собранных отходов, к вам приедут и заберут эти отходы на переработку и даже будут начислены баллы. Это очень удобно. Я уже тоже этим начала активно пользоваться, этим приложением. Таким образом мы можем помочь природе, да, и накапливать отходы. И хотелось бы еще такое дополнение сделать, что когда мы сортируем отходы, это уже не мусор. Это уже ценное вторсырье. Мусор – это когда мы смешиваем все вместе, да, наши пищевые отходы, различные упаковки, одежду, да. Там какие-то, может быть, электронные приборы, да, мы выкинули, которые с общим мусором, да, которые тоже, конечно же, нужно собирать отдельно. Особо хотела бы отметить, что опасные отходы бытовые – это такие, как батарейки, ртутные градусники, энергосберегающие лампочки, в которых также содержатся пары ртути. Их, конечно, обязательно нужно сдавать в специальные контейнеры, которые сейчас уже установлены там в магазинах каких-то крупных. Леруа Мерлен, Икея, в школах во многих установлены специальные контейнеры для батареек, да. Ни в коем случае с общим мусором такие отходы выкидывать нельзя. И следующий слайд. Отдельно хотелось бы сказать про пищевые отходы. Они составляют достаточно значительную долю нашей мусорной корзины, да, до 60% может достигать их объем. И на первый взгляд они кажутся такими безобидными. Ну, что, казалось бы, пищевые отходы, да, разложатся в почве, там, снеют. Но на полигоне, куда они сейчас у нас попадают, пищевые отходы, с ними не происходит то же самое, что в компостной яме. Когда общий смешанный мусор, да, вместе с пищевыми, со всеми отходами привозится на полигон, он там распределяется, утрамбовывается бульдозерами, несколько слоев, там потом пересыпается техническим грунтом, да, чтобы не было каких-то возгораний на полигоне. Но, тем не менее, достаточно часто происходит на полигонах возгорание. Дело в том, что пищевые отходы, они без доступа к кислороду, они там, ну, не разлагаются, не компостируются. Наоборот, они начинают выделять свалочные газы, вот эти неприятные запахи, которые люди ощущают, которые живут вблизи от полигонов. И они выделяют метан. Очень много метана. Это очень легко воспламеняющийся газ. Из-за этого происходит возгорание. Начинают также попутно загораться и пластики, полимеры, да, которые, как известно, тоже очень хорошо горят. Но при этом выделяется в воздух очень много токсичных веществ. Тем самым мы как бы загрязняем воздух. И люди, которые вблизи полигонов, ну и не обязательно вблизи, да, дышат этими токсинами, диоксинами, которые выделяются при горении пластиков. Поэтому, если есть такая возможность у вас, особенно летом, возможно, у многих есть дачи, да, то можно завести компостную яму и пищевые отходы компостировать. В некоторых годах России уже появляются такие инициативы по городскому компостированию, да, где какие-то пункты, где от населения принимают пищевые отходы и их направляют в полезное русло. Хотелось бы сказать, что при желании, да, есть всегда такая возможность сделать что-то полезное, да, для природы и немного изменить свои потребительские привычки, свое мышление. И хотелось бы сказать вот свою любимую фразу, которую когда-то сказал Махатма Ганди. вы станьте сами теми изменениями, которые вы хотите видеть в мире, да, начните с себя. И не нужно думать, что вы капля в море, да, на самом деле, когда вы начнете действовать, вы найдете огромное количество единомышленников и людей, которые к вам присоединятся, которых вдохновите вы. И таким образом постепенно создаться такое, ну, сообщество в мире, да, которое начнутся перемены всего общества. Потому что есть такой закон автосинхронизации, да, что для того, чтобы в мире запустились какие-то изменения, да, не обязательно, чтобы каждый человек вот изменился и что-то начал делать по-новому. Достаточно 5% населения для того, чтобы запустить какие-то изменения, да, глобальные изменения в обществе. Давайте же вместе запустим экологичные, да, зеленые изменения, направление на осознанное потребление, на осознанную жизнь, да, все начинается в наших головах, в наших сердцах. Давайте вместе беречь эту планету, она у нас одна. И таким образом сделаем наш мир лучшим и чище. Спасибо вам большое за внимание. Я надеюсь, что рассказала вам какую-то новую интересную информацию и вдохновила вас на эко-привычки. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задать их в комментариях к этому посту. А еще я хотела бы сказать, что с 20-го числа у нас в Самаре стартует эко-марафон, который называется «Начни с себя», где как раз организаторы эко-марафона, команда чистых водоемов, помогут вам приобщиться к эко-привычкам. Вы будете объединены в команды. Мы все подробно расскажем, да, как перейти на это осознанное потребление, как начать разделять отходы, научим, все покажем. И активные участники также смогут выиграть экологичные призы. Присоединяйтесь, начните с себя.